ребят привет вышло новое испытание с ночной ведьмой и выбором карт за прохождение данного испытания мы получим 2 эпических токена 2 легендарных токена 19 карт ведьм и прикольные эмодзи с ночной ведьмой такого еще не было в игре в общем эту испу я уже прошел и хочу поделиться с вами тремя последними играми и советами по выбору карт выбор карт либо шахтер либо стенобой я выбираю шахтера потому как он стабильно будет наносить урон на стенобой не факт что добегут далее стрелы или ракета выбираю стрелы потому как они более универсальные убивают мелочевку в то время как ракету не факт что вообще вы сможете использовать в игре далее либо голем либо королевский рекрута выбираю королевских рекрутов так как мне нужны карты которые будут воевать которые будут атаковать другие карты ну и по этой же причине я отдаю ледяного голем моему противнику В итоге у него три карты, которые не атакуют ничего, кроме зданий. И одна карта, это ракета, которая стоит 6 единиц эликсира. Это очень дорого. И можно сказать, что эту игру я уже выигрываю на драфте. Надо теперь ее затащить не только на драфте, но и в самом поле боя. Выставляю я надгробие, видя, что противник выставил ледяного голема. Подкрепляет он своего ледяного голема печью. Я же шахтером иду по правой стороне в атаку с копейщиками. Хочу подловить его, нанести какое-то количество урона. Он защищается при помощи мега-миньона. Я коплю эликсир до 10 и жду, что будет делать мой противник. Скидываю при этом скелетиков. И все еще жду, выставит ли мой противник голема. Да, он выставляет. Можно выставлять королевских рекрутов. И я вижу, что в этой игре самую большую опасность для меня представляет печь моего противника. И, скорее всего, я дальше буду ее пытаться законтрить при помощи своего шахтера. Это, я думаю, лучшая и самая подходящая карта для контры к печи в данной ситуации. Защищаюсь я от голема моего противника при помощи надгробия и ночной ведьмы. Также защищаюсь от его стенобоев и спарки при помощи своей орды миньонов. Также выставил я там скелетиков, чтобы спаркер разрядился в них. Ну и противник защищается при помощи печи, уничтожает мою орду миньонов своими огненными духами из печи. Но при этом при помощи шахтера я наношу какой-то урон по его вышке и также уничтожаю его печь. Также противник показывает своих миньонов. Я понимаю, что это, пожалуй, лучшая цель для моих стрел. В общем-то, карты я примерно распределил. Своё надгробие я буду использовать против голема. Своих рекрутов также буду стараться использовать против голема. Ночную ведьму тоже для защиты от голема, как бы это ни звучало. И орду миньонов буду припасать для того, чтобы справиться со спарки в экстренной ситуации. Также буду использовать шахтера для того, чтобы втанчить урон от печи и перехватить королевских духов. Противник отдает ракету в мою ночную ведьму. Я сразу же, пользуясь этим моментом, иду в атаку с шахтером. Шахтера кидаю как можно ближе к печи, чтобы, если что, чтобы он впитал урон от огненных духов. Но это не пригодилось. Печь быстро умерла под натиском всех моих войск. И вот здесь уже сыграло то, что у противника не было подходящей карты для защиты. А всё, что он успел выставить, я законтрил. Кстати, королевских рекрутов я неправильно сказал. Я их оставил специально на спарке. Так как они имеют щит, они могут справляться со спарки. И вот тут вот я, к сожалению, запоздал, а выставил скелетиков, поэтому спарки успела стрельнуть по моей ночной ведьме. Королевские рекруты, как я уже сказал, неплохо справляются со спарки, со своими щитами. И в итоге данная игра заканчивается победой. Так что мой совет, друзья, не идите сразу в атаку. Сначала разведуйте, посмотрите, какие карты у вашего противника. Запомните те карты, которые вы ему дали. И распределите свои карты по картам его. Далее выбор карт, либо бочка со скелетами, либо коргик. Я беру бочку со скелетами, потому как не хочу брать сразу дорогую карту. Мне могут дать также дорогую карту еще позже. И я тогда не смогу вообще ничего сделать. Далее я беру палача, отдаю противнику охотника. Палач сейчас очень силен, сильнее охотника гораздо. Ну и я взял вышибалу, потому как он контрит палача очень сильно. И взял бочку с варварами, потому что не факт, что мне пригодится землетрясение в этой игре. Ну и сделав весь выбор, я понимаю, что зря я не взял королевского гиганта. В итоге у меня нечем особо наносить урон моему противнику. Начинается игра с того, что он закидывает гоблинскую бочку. Я защищаюсь при помощи торнадо, хотя можно было выставить просто рыцаря. Но я не сразу увидел, куда летит гоблинская бочка. Начинаю я скидывать копейщиков. Хочу посмотреть, чтобы противник что-то скинул. Он защищается стражами. Я выставляю рыцаря. Это такая пассивная игра. Я снова хочу узнать, какие же карты есть у моего противника. Выставляет он охотника. Я иду по другой стороне сразу же бочкой со скелетами. Хочу посмотреть, чем он будет защищаться. Защищается он при помощи ночной ведьмы. Но бочка со скелетами все равно наносит какой-то урон по правой вышке. А по левой сейчас мне надо защищаться от атаки моего противника. Защищаю себя при помощи армии скелетов. Причем так, чтобы они и по левой стороне, и по правой как-то помогли. Но в итоге не очень удачная у меня защита эта получилась. Получил я урона по левой стороне. И иду я в контратаку с выжившим палачом и гоблиными копейщиками. Противник вынужден скидывать шахтеры. Ну и дальше я подкапливаю эликсир. И все еще жалею о том, что я отдал своему противнику королевского гиганта. Так как у меня кроме бочки со скелетами нечем защищаться. Но тут я сразу понимаю, что в этой игре у меня есть бочка с варварами. И этой бочкой с варварами я буду защищаться от гоблинской бочки моего противника. Ну а палачом, сторнадо и остальными картами буду защищаться от королевского гиганта. Далее мой план таков, что в один определенный момент на двойном эликсире я наберу всех своих жирных карт и просто навалюсь на моего противника. Так как пока я не увидел у него сильных карт со сплэш-атакой, я также не увидел у него сильных заклинаний. Выставляю я перед своим вышибалой рыцаря. Не хочу, чтобы вышибало просто так умер от мышек ночной ведьмы. Идет атака с королевским гигантом по моей вышке. Я не хочу получать уроном палачом, поэтому очень запоздало. Выставляю его и вот настал момент, когда я могу навалить кучу картишек в атаку. Это идет палач, это идет вышибало, это летит бочка со скелетами. И сразу же я даю торнадо, чтобы побыстрее убить все защитные карты моего противника. И собственно здесь уже ему ничем не защититься. Как я уже сказал, у него нет сильных заклинаний. И у него нет карт, наносящих урон по области таких, чтобы он мог защититься от моей атаки. В итоге очередная бочка со скелетами долетает до вышки противника и убивает ее. Дальше мне надо просто отзащищаться, поэтому я в защитную позицию вставлю вышибалу. Выставляю также рыцаря. Ну я так понимаю, что противник просто сдался после этого и уже можно не переживать. Это победа. И остается сделать всего лишь одну победу, чтобы закончить это испытание со счетом 9-0. Но для начала нужно правильно выбрать картишки. Вот она решающая игра, решающий выбор карт. С самого начала был выбор пека или пушка. Я выбрал пеку, так как он все-таки посильнее, чем пушка. А дальше очень сложный выбор, который поставил меня в тупик. Вот сейчас надо брать, конечно, гиганта, потому что он дешевле, чем адская гончая. Но при этом мне надо надеяться, что противник и игра даст мне противовоздушные карты. Беру я сразу же ночную ведьму, так как она лучше справится с адской гончей, чем мини-генераторы. И беру я снежок, так как он также будет полезнее, чем разряд. Разряд, он помимо того, что на короткое время оглушает, он потом еще и замедляет всех своих противников. Что также поможет мне в борьбе с щенятами из адской гончей. Ну и начинается игра. Вижу я, что у меня есть разбойники, что у меня есть пламенные драконы. Выдыхаю. Это отличная карта для защиты от адской гончей. После того, как противник ставит лаву в глубокую позицию, я сразу же иду атакой по правой стороне с гигантом и ночной ведьмой. Закидываю снежок, чтобы убить банду гоблинов, а также надамажить лучниц. И защищаюсь по левой стороне при помощи пламенного дракона. Противник выставляет мини-генераторы. Я защищаюсь, замедляю их при помощи ледяного духа. И вот теперь мне надо как-то защититься от его серьезной атаки с бочкой со скелетами. Приходится мне выставлять разбойников. Противник дает очень неплохой разряд. И разбойницы быстренько умирают. Мини-генераторы настреливают по моей вышке. И достаточно много урона я получаю по левой стороне. То есть равнозначный примерно обмен был атаками. Но при этом, конечно, по правой стороне я нанес больше урона, чем противник мне. Идет он в атаку с пушкой. Я выставляю пеку. Пека с двух ударов складывает эту самую пушку на колесиках. И подкрепляю я эту атаку своей ночной ведьмой. Берегу снежок. Вот он момент для снежка. Кидаю. И, к сожалению, слишком далеко выталкиваю я лучниц. Но при этом моя ночная ведьма делает несколько тычек по вышке моего противника. И достаточно много урона я занес уже и на левую вышку. Надо теперь сделать так, чтобы не получилось, что я подамажил две вышки и ни одну не уничтожил. И я сконцентрируюсь сейчас на защите левой башни. Идет атака моего противника с бочкой со скелетами. И снова разбойники, конечно, не справляются с этой атакой. В итоге кое-как. Но отзащищался я. И урон все равно получил по вышке. Снова противник выставляет глубокую позицию адскую гончу. Ну и я иду по правой же стороне. Атака с гигантом и ночной ведьмой. Не надо мне тут давать кладбище. Потому что и так гигант добьет эту вышку. А ночная ведьма разменяется с принцем. Что мне очень на руку. Остается только отзащаться от адской гончы. Помню я, что пойдут еще сейчас в атаку мини-генераторы. Встречаю их при помощи своего пеки. И снежок я готовлю на то, чтобы убивать скелетиков из бочки со скелетами. Вот он пришел момент для моего снежка. И теперь надо защититься. Противник прям наваливает агрессивно кучу карт. Выставляю я ночную ведьму, чтобы притормозить принца. И кручусь до пеки. Вот, собственно, и докручился до пеки. Теперь моя вышка в безопасности. То есть, друзья, в этой испе помните о том, что против ночной ведьмы хороши карты. Со сплэш-атакой, с уроном по области. И выбирайте их. Ну и также, конечно, запоминайте карты, которые вы отдали вашему противнику. И распределяйте заранее ваши карты по этим картам. Так вам будет гораздо проще. Удачи в прохождении данной испы. Спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok